Еще какие-то вопросы сейчас найду, где они тут у меня. Ага, давай. Так, опа. Сейчас интервью с Гиббасом продолжается. А, вот, нашел. Читаешь ли ты книги? Ну как, Рахид не читал много. Меня книгам приучил мой отец, Деревыш Нагорных. Он сам книг много читал. И меня приучил. Он постоянно читает. Он постоянно читает. Наверное, как-то он, иди, книгу вот так вот перечитал. Нет, стоп, и еще. Мы жили когда дома, когда в живой с ним жили мы дома. Я, папа, сколько ты мне поселил? Он думал дома, ну, он говорит, наверное, тысячи две. Вот, и я, Рахид, говорит, да не может такого быть. А еще пойдет в туалет, книжка, книга толстая такая. И вот как, сядет у меня таз с книгой. И засыпал с ней. Я, папа, папа, ааа, что, что, что. Вот такая штука была. Серьезно, серьезно говорю. А потом еще жил, когда, этот, Бобин Игорь, «Цезву небесную», «Пусть земля будет пухом». У нее мама, мама-то жила-то. Ну, тоже, а у них было, у них книг было много. Еще помню, у них книгу, этот-то. Вот это, «Малая земля». Вот, я приходил, а книга такая, большая книга такая, такая, книга такая, большая, такая, толстая. Вот, ну, там было два рассказа. Это описал еще этот, английский писатель какой-то. Вот, что, забыл я имя. Ну, он, короче, был миллионером. У него, ну, хочу, он жил, но жил он, у него было четверо детей. И жена была. Ну, он был писатель отличный. Фамирую забыл, я не был. Вот, книгу написал, короче, эту вот. И потом еще дал нам книга такая, большая, Библия. Ну, книга такая, где-то такая, книга, большая такая. И там все были кулинарные производства. Что, что были? Кулинарные производства. Ну, там от маленьких, и там большие, много. Это кто, кто дал? Вот она, у Бобина, мама, дала. Ну, ты, короче, ты скажи, вот тебе вопрос. Читаешь ли ты книги конкретно? Ну, сейчас нет. Раньше читал много, а сейчас нет, сейчас перестал. Ты сейчас только, я видел, читаешь эти газеты. Вот, ну, сейчас газеты, и, нет, нет, и еще, это, церковные книги читаем вот эти. Церковные книги. Церковные книги. Вот, я почти все поперечитал. Вот, следующий вопрос. Самая страшная история из жизни на работе в шахте? Вот, что было? Самая страшная, что ты вот работал в шахте, что там какое-то было? Страшная история была какая-то? Сейчас скажу, подожди. Ну, если вспомнишь, я не знаю. Может, не было ничего. Была одна. Ну, а на видео-то можно рассказывать? Да, сейчас скажу. Там ничего такого нету? Не-не-не. Это когда мы шли скоростную проходку, вот, но мы шли вниз. Там, короче, было где-то, наверное, градусов так 25, так мы шли вниз. Вот. Ну, пошли где-то, метр, метр там около 30 прошли. И потом... А там еще как у нас было? А может, и скоростную проходку? Ну, у нас еще какая-то столько была? Был очень маленький забой. Мы всего заболивали. Один из шпоров. А еще были на Прондиловку. Такая, это... Машина такая, большая такая. Такой свой движок впереди. Вот. И мы как говорили? Короче, ложь так на землю ложь, так самое. Ну, то доска такая, доска такая-то. Вот. Такая толстая доска. Тридцатка, сороковка. Вот. Ложили, короче, мое сверло, называла Прондиловка. Потом один вставал, вставал, короче, ну как вот это. Эти, покажи мне это самое. Короче, вставал, вот так вот вставал, так? Вот так вот вставал. Поднимал сапоги. Второй садился на задницу. И, короче, ему упрал спиной в ногу. И двумя ногами давил. А там все ручки, большие такие ручки такие. Так, двумя ногами давил ему в ручки. Ну, чтобы она, ну как, бурила быстрее. А там еще кнопка сбоку была. Вот, мне вставлял. А там все, садись, они, так кнопку нажимали. А он ногами бурил. А шпуры были по метру всего лишь. А коронки были, широкие такие, коронки такие вот-то были, большие. Ну, были три, не два зубца, а три зубца были. И они были сделаны из победита. Такие они, маленькие такие были такие. И такие кончики были, по пять миллиметров кончики такие были. Вот, и три зубца. Я-то знаю, мне-то что... Ну, вообще-то. И, короче, какая штука? Вы что удивляетесь? Мы, короче, были, как мы работали? Шесть проходчиков, горный мастер и я слесарь. Вот, а я еще кайлом, это, в забое. А там, короче, ну, так, где-то около метра вообще ничего не было. Придел кусок, и ты все, короче. Вот, и мы, короче, как, посмотрим фонарь. А фонарики же, блин, возможно, все хорошо. И раз, в забой. А там забой, ну, такой-то, вот так идет. И мы кайло такое. Одно штука, этот, широкое, а второе, такая узенькое. И под кайлом, это, замевали дырки. Чтобы, ну, как, чтобы этим... Придел, говорю, чтобы опугал точку, чтобы пошел бурить. Вот, мы так вот делали. И все, были один из пурок. Ну, и дело не в этом. И, короче, у нас там стоял насос Н-127. Ну, он такой, вот такая была труба, вот где-то полсантиметра была. Извини, Гриббас, я тебя перебью. Вот это самая страшная история, то, что он в воде был насосом. Да. И тебе надо было... Его достать. С Олегом Забалдуевым. Ты вам уже рассказывал историю, наверное. Уже два раза, наверное, ты ее рассказывал. Да, ну, вот и все. То, что пришлось тебе до трусов. И я сдевал. Да, до трусов сделся и полез. Замерз, а деваться некуда. Лис слабил. Трус подцепил и не вылез. Да, вода холодная там. Вода холодная. Вода холодная. А ты вылез потом, не обтирался, ничего? Обтирался. У меня такая была рубашка такая, как мы же называли, ветровочка. Ну, она как была? Вот тут такая был вылез такой большой. И было три пуговицы. Ну, пуговицы оборвало, они не нужны, короче, были. И еще, когда проходчики работали, у них был такой пояс. Где-то вот такой, например, ширины. И мне это поторал. Ну, это, чтобы спину не сорвали, чтобы не застудить спину. Да, да, они закрывали и в ней ходили. Вот. У меня тоже такая была. И, короче, как я вылез такой и стою. Вот так. Замерз. А лис слабил, что у меня раз. У меня так согрелся, я обтелся, а в трусах стою уже, ну, замерз. А там еще была труба, ветер дует. И, короче, я замер сильно. Вот. А потом оделся, все нормально, остались, короче, так это. Вот. И мы уже погрузили его в вагон. Это у вас было на аккорд. На аккорд, да. Ну, потом выехали, помылись и домой. И домой пошли, да. Вот тут следующий вопрос, когда начал рисовать и как часто. Принеси как раз вот новый рисунок. А. Ой, сейчас вяжу. Правильно, сейчас вяжу. А, вот он. Так. Вот, смотри, когда начал рисовать тебе? Ну, рисовать я начал, когда... Сколько лет, сколько лет тебе было? Я мне, когда я пошел в первый класс. Это мне было всего... А, в 6 лет, до первого класса. Я начал рисовать. И мой отец, ну, как, отчим? Я Леша Нагорных. Ну, он сам тоже рисовал. Ну, давно уже, ну, сейчас же он старый. Ну, вот, Саша поступает в школу художественную. И вот, начал я рисовать. И, знаете, рисовать я уже... А рисование хорошо начал уже, когда пошел в первый класс. Вот, уже рисовал хорошо. И какая штука была? Вместе с Москвой я был тройчником, а поставалью было отлично. И рисовал. И вот такие рисунки у меня сейчас, вот я уже так вот... Вот. Это он перерисовал с крема. Это я перерисовал, да. Крем вот для рук у тебя. Да, да, да. Морской охотник... Ой, подожди, морской, как? Морской волк. Морской волк. Да. А вот это как-то, юмор палаты как-то вот. Смотри, еще спросили это, и как часто ты рисуешь? Ну, я знаю, он каждый день рисует. Я каждый день рисую, по два подрисунка рисую. Это уже, как, мое хобби. Это как бы несложный рисунок. Несложный, да. Перерисованный. Вот такой вот рисунок, за сколько ты... Ой, это не называю, буквально, ну, как бы не соврать. Ну, сейчас. Отселый. Опа, а что-то я не видел такой. Ну, посмотри, вот еще один. Это юмор такой просто. Я хочу, знаешь, что сделать? Там посоветовали эти... Ну, сфотографировать эти рисунки, да? Ага. И можно или вот в группе в нашей ВКонтакте, Тони и Джонни, выложить эти фотки под номерами. И, допустим, кто-то скажет, там, вот, я хочу купить такой-то номер. А-а-а-а. Мы тогда цену определяли вроде 200 рублей или сколько? Да, 200, по 200 рублей определяет сумму. По 200 рублей. Вот. Угу. Займусь этим, перефоткаю эти его рисунки. И там уже будет в группе ВКонтакте выложить эти под номерами. Я не знаю, вот сюда бумажечку, как бы, делать так, номер один. Ну, чтобы ее потом снять. А, понятно, понятно. Я сфоткаю, хоп, и это. Угу. И кому захочется, там, скажет, мне, пожалуйста, вышлите под номером один. Да, понятно. Я пойду с заказным письмом. Вот еще. Это как жираф. Это, ну, не знаю, как жираф. Может, дворечникам месте были вот такие. У него и маленький. Вот я их перефолил. Я с заказным письмом вышлю, специально заказным, чтобы был номер отслеживания, чтобы оно не потерялось. Да. Так. По-моему, это тоже был юмор. Это как это? Пингвин, короче. А, красивый. Красивый, мне тоже нравится. Вот. А это был... Это из книжки, что ли? Это журнал... Журнал? Охотник? Журнал Охотник. Вот он, картинка такая большая. Вот. Это какой-то сам охотник на коне едет. Он уже на добычу, а потом уже охотится. Так, давай, Гриба, у вас следующий вопрос. Давай. Так. Что ты могу? Бери. Ага. Если бы ты оказался в будущем, что бы ты узнал в будущем первым делом? Ну, то есть, вот, допустим, ты в будущее попал на 5 лет... Ну, вот сейчас у нас 15-й год, да? Ага. Допустим, ты попал бы в 2020-й. Что бы ты пошел бы узнавать в этом году первым делом? Первым делом? Ну, первым делом я бы узнал, есть ли у меня такие корабли или нету, которые летают между странами, летают. Ну, другие галактики. То есть, космические корабли? Космические корабли, да. Вот, это первым делом меня интересует. Вот корабли вот эти, и вот сами этот... Ой, корабли вот эти, и летающие корабли, и плавающие как, проходы. Есть далеко плавают или нет? Типа как Титаник, вот такие корабли, большие такие. Вот я бы узнал, первым делом бы узнал вот это я. Ну, такие здоровые корабли-то есть. Типа как Титаник, даже, наверное, больше есть. Я как-то видел фотку там, что-то... Я видел. На корабле там умещается около 40 тысяч человек. 40 тысяч? Да, вроде бы так. Ой! Если не ошибаюсь, ну, много людей там умещается. Ух ты! Вот там большой корабль. Ну, в общем, тебе интересуют вопросы вот то, что летают ли космические корабли между планетами. Да, 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 да. Ну, как вот сейчас вот самолёты между городами, да? Ага. А тебе интересно между планетами, да? Да, 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 да. И корабли плавают или нет? Да, такие большие корабли как-то. Я же тебе сказал. Вот, да, да. Потому что... Вот мне это интересно. Вот этот вопрос отпадает. Вот, да. Так. Ну, тут такой, знаешь, какой-то такой вопрос, непонятно, это... Раджат Травкин задал. Когда ты потерял своё мнение, сколько тебе было лет и что случилось? Вот, это серьёзный вопрос. Надо подумать. Грибан задумался. Надо будет подумать. Какая была штука? Мы когда были проводом у меня в армию, у меня был зал, ну, зал был большой, вот, отлично. Ну, всё, мелкая мебель повыносили. Ну, там только осталась эта стенка, диван, кровать остался. И там были проводы у меня в армию. Ну, там народ был, всё было хорошо. Папа был твой, пригласили мы твою маму, челюбовую, дядя Саша. Саша, ему небесно, пусть земля будет пухом. В уме отца, сын, святого духа, аминь. Мои были мама с папой. Мама умерла, в уме отца, сын, святого духа, аминь. Вот. Ещё писал твой дядя Саша. И, короче, какая штука? Он встал, он в музыке играет. А музыка была, мантафон был катушечный, и мантафон был такой японский. Я не знаю, как он называет такой японский. Типа как хитачи, типа того. Ну, такой маленький мантафон был такой. Мы всю музыку выключили. И он встал, да, короче, так, ну, стоп, ну, да, так, рюмку водки едут. И говорит, Саша, милый, если меня забирали в Афганистан, я бы тогда заказал бы одну речь. Но сейчас служи хорошо, я пью его за тебя. И выпил водку. Мы сейчас встали, а чёрка, Саша, нельзя. Так вот, и выпили мы. И, короче, я сплю, а спал в своей комнате. И мне, короче, сел голубь на форточку. И весь белый, белый, белый. Я говорю, папя, а почему так? У тебя будет счастье. И было мне счастье. Попался уже в армию, а там была дедовщина. Ох, мне было нехорошо. Ох, меня там били. Короче, я за год, ну, как бы не соврать, ну, раз пять-шесть получал по шее. А так, приколупался очень много раз. Вот ему, как, мое хобби. В армию я идти не хотел, а получилось. Вот так вот. И сам офицер, я ещё раз, три-четыре от офицера получал. Так что вот, ну, штука была такая, нехорошая у меня. И потом уже там у нас был, это, вначале по штабу, по самому гарнизону, майор, вот фамилию не помню я уже у него, вот. Ну, зовут такой высокий, синий был такой мужчина, вот. Ну, он был косоглазый. Немножко на глаза, так это, как это, как это, ну, ну, так, фуза, смотри, да, короче. Вот. Он был очень вредный. И он, как, до всех приколупался и по всей этого вам... Извини, перебью. Вы, зрители, там, не думайте, что я улыбаюсь, там. Просто Глеббас сказал, там, в армию я идти не хотел, знаете. Ну, а, ну, понятно. Кто, ну, мало, в принципе, людей, кто захочет в армию идти. Я когда в армию служил, у меня было... Есть, которые, некоторые, прям, прям стремятся в армию, но это, скорее всего, вот, у тех, кто, допустим, военная семья, может быть, стремятся. Ну, или, может, как-то воспитание какое-то, не знаю. Да, да. Или, может быть, то, что, из-за чего не хотели, ну, неохота в армию было тогда идти. Ну, вот в армию... Из-за того, что, вот, дедовщина. Дедовщина. Только дедовщина. И больше ничего. Только дедовщина. А так, что там? Иди и радуйся. Да, в принципе, в принципе, да. Ну, это, от вопроса мы отвлеклись, это... Ты помнишь вопрос, какой я задавал? Чем у меня там плохая штука была? Вот попал кое-что в армию, и вот там мне... Да, нет, нет. И какая там? Смотри. Когда ты потерял свое мнение, сколько тебе было лет и что случилось? Ну, мне было уже 19 лет, но год попал в служеб армию. А еще почему? Я учился, наверное, на радиста учился. Год потерял, и потом уже пошла в армию, и мне уже было 19 лет. И попал в служеб армию, и там было еще не сильно. Ты имеешь в виду, вот тогда ты потерял свое мнение, да? Да, да. Так, дальше. Вот тут еще пару вопросов, и мы заканчиваем. Давай. Ужин дегустациям. Этот, как его, сладкоежку. Если бы ты вернулся уже в прошлое, то есть уже не в будущее, а в прошлое, что бы ты изменил в своей жизни? Ну, вот ты бы вот... Ну, я понял, я понял. Там вернулся, ну, в какой-то год, и что бы ты бы изменил в своей жизни? Ну, или, может, ничего ты не хочешь менять? Ну, смотри как. Вот такой вопрос. Ну, как я бы хотел изменить? У меня еще бывает штука нехорошая, я очень громко говорю. Вот, это как, ну, там, раз... А-а-а! Вот. Ну, чтобы не было этого. Потом еще бывает, что я не с тобой все засмеюсь. Ну, это как бы громко, да, есть такое. Вот такая штука. А что бы ты изменил? Ты бы ничего бы не изменил. А, ну, в принципе, да. Это как изменишь-то? Ну, в принципе, да. Ну, да, все так-то. Ну, в прошлом бы ничего больше не меняло бы, да? Ну, что же, у меня сейчас уже плохое зрение. То зрение, что было хорошее. Берег бы зрение. Берег бы зрение я. Ну, беречь зрение, это вот надо было тебе не курить. Курил сильно я. Курил сильно. Ну, за счет этого зрение теряется. Ну, опять же, зрение еще теряется то, что года-года. Года, да. Тут уже как бы не денешься никуда. Еще у меня было время такое нехорошее. Я курил сильно. Ну, я курил как? Я курил по две пачки сигарет в сутки. Вот. И пил много. Ты этот курил, да? Этот, как его? Тройка сигарет. Нет. Ой, прима-прима. Какая прима? Ты курил, я помню, эти, как их. Папиросы. А, Беломор-канал, да. Ну, Беломор-канал я курил год, наверное, как три примерно. Даже если не больше, курил я его. Ну, ладно, Гребос, давай с этим, с курением заканчиваем. Так. Чего ты в жизни больше всего боишься? О, вот интересный вопрос. Я даже не знаю, что тебе ответили на вот это. Ну, это не мне, это вот зрение задал вопрос. Ну, вот всего я боюсь землетрясения. А, землетрясение страшная штука, кстати. Нет, нет, еще как. Когда уже вот люди, например, так, и вот там горы. Вот землетрясение, не горы, а сыпаться, а то все, там уже живой человек будет. И меньше, что там лавина, нет? Да, вот лавина, вся штука такая бывает. И там уже... Нет, вот землетрясение действительно очень страшная штука. Еще, я когда отдыхал в Сочи с мамой, вот, я, извини, за с небесное, и там тоже, а там же южная сторона, и там буквально, ну, землетрясение было так, два-три в сутки. Ну, там, особо ничего, ну, так, здесь мы поле вышли, а у меня была своя такая будочка, ну, там, отдыхать, курить, там, собирать виноград, вся штука такая. И мы с ним, короче, и так нас так качает, так потихонечку. Мама, что такое? А сам себе хозяин. А он, ничего, землетрясение. Ну, а как так? А тут, конечно, мы привыкли, ничего такого страшного. Вот этого я не хочу. Это как-то страшно. Ну, вот, и все, заключающий вопрос, я думаю, он такой, на позитивной нотке будет. Твои самые три любимых фильма. О-о-о-о! Ну, ты как-то один раз, мы уже, это было, видео, твои любимые фильмы. Ну, вспомните, я сначала не буду тебя перебивать, напоминать. Сам, может, что-то ты вспомнишь. Или тяжело сейчас тебе вспомнить? Тяжело. Ну, первый мой фильм, любимый. Это был пират 20 века. Мой фильм это нравится очень. А второй? Второй? Вот, дай подумай, подожди. Мне о каком-то вставить шутку. Чук-чук все думает. Так оно и есть. Да. Второй. Вот, что-то даже вспомнить не могу, я. Я тебе могу напомнить, если хочешь. Давай. Ты же любишь индийские фильмы. А, вот это да, кстати. Фильм здесь я люблю. Но тебе по две серии, эта штука хорошая. Ну, и что из индийских, помнишь, какой ты любишь фильм? О, я уже не помню. А! Танцор там, не, или как? Вот, это да. Танцор диско. Вот, мне фильм нравится. И еще, там один, как-то, что-то. О, что-то забыл я уже. Там еще был такой, или мужчина такой. Он вот такой маленький, но очень был сильный, короче. Вот, и его никак не могли, короче, убить его. Вот, и какая штука. Это, помню, даже муж путаю. Он играл на гитаре хорошо. Ему подвели 5000, ну, на гитару. Ну, что он застручил, чтобы убил его. Вот, а невеста его узнала об этом. Это ты имеешь в виду «Назад в будущее»? Там молодой парень такой играл. Да, да, да. Они там еще, машина такая была у них, это, летала такая. Да. И дед такой седой был там. Да, 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 да. Это «Назад в будущее» фильм. «Назад в будущее», да? Мне, конечно... Вот я уже скажу, один свой любимый фильм. Это этот, «Безумный Макс», вторая часть. Это вот когда только началось это, видео, видео-то. Вот, видеомагнитофованный. Вот это я один из первых фильмов, что посмотрел. И вот этот фильм еще с переводом этого. Ой, через нос-то, который говорит, сейчас фамилию, наверное, не вспомнил. А-а-а! Вот с этим переводом очень классный фильм этот. Это тоже мужчина, тоже забыл его, как-то вот. Вот. «Безумный Макс», вторая часть. Мне тоже фильмы сделали. Ну, сейчас вот тоже последняя часть интересная такая. Интересная, да? Четвертая часть. А ты же уже смотрел. А я уже забыл, ты честно говоря. Я давно смотрел. Мне время там... Нет, нет, четвертую часть недавно смотрел. Да? Они еще, это, такие, там были такие, типа как на трупы похожи, белые такие. А-а-а! Да-да-да-да-да-да! Пшикали там еще в себе. Да-да-да-да-да-да! И там опять погоня там, это все было. А мне нравится «Безумный Макс», он молодец мужчина, молодой, но был очень опытный. Он там этих, там уже боялись, он там с ними дворил, что хотел. Он был молодец мужчина. Вот, он красиво он их там убирал. А там еще, эти мафиози, была очень большая банда. И что было интересно, все были на машинах, мотоциклы были все. А и такая оружие такая была интересная. Там автоматы, там, и там, как, катапур, там, и вся штука такая была хорошая. Но он хитро делал. И эта машина такая, большая такая, как бензовоз. А там был песок. И бандит. Это ты вторую часть рассказываешь. Да? И там бандит. И там еще был пацанчик, он ему раз, короче. И туда подкрылся, и, короче, вот. Так, еще хочу вам сказать, дорогие, уважаемые зрители, кто уже до конца досмотрел. У меня несколько дней такой проект возник. Как бы разбор личностей от Грибабаса. Я просто хочу, интересно будет узнать именно мнение Грибабаса. Вот, допустим, есть такой известный блогер, но ты не знаешь, Ивангай. Там, допустим, известный блогер, там, Ларин, который уже, он уже, кстати, почти полмиллиона подписчиков набрал. У Ларина? Да. Потом. Ой. Ну, короче, известный блогер. Я ему там, допустим, Грибабасу дам каких-то три последних видео посмотреть. Три-пять, так, допустим. Понятно. Ты пять видео посмотришь, мы с тобой сядем, и ты расскажешь свое мнение об этом блогере. Понятно. Что тебе не нравится, там, допустим, в Ивангайе, что тебе нравится, что, ну, вообще нравится тебе эти видео, не нравится. Вот, так что подписывайтесь, кому будет интересно это узнать. Пока с обзорами фильмов у нас, с обзорами фильмов заглохло, ну, будет время, будем тоже. Будем, да. Грибабас будет обзоры фильмов рассказывать. Сейчас просто как-то время, ну, да. Ужин это вот не можем все никак, не получается заснять. Угу. Все, спасибо большое, друзья, что смотрели нас. До свидания. Всем всего доброго, удачи. Всего хорошего, счастливенько. И здоровья. И здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok